Здравствуйте, пожалуйста. Имя, фамилия? Буртазырин Юниус Югорьевич, общественный объект Республики Дагестан. Родом из этого села Кингхи. Проживал здесь до 40 лет, до второй компании. Потом был язвел в Дагестане, живу там. Мы часто приезжаем сюда, потому что здесь многие родственники. И могила отца часто приезжает сюда. Ну, нас, конечно, в первую очередь интересует, как повлияет на качество жизни местного населения. Потому что газ дали, понятно, что отапливать помещение, готовить еду. Много таких нюансов, где газ, собственно, нужен был. Как раньше же люди жили? Вот, да, вот это тоже расскажите, пожалуйста. Безусловно, все люди, которые бывают в горных местах, знают бытовые условия, особенно зимний, холодный период жизни. Потому что здесь отапливается, здесь печами, одна комната всего лишь. А для приезда даже гостей это будет намного комфортабельно. Потому что будет отапливаться все комнаты. Будет горячая вода, например, и, конечно, бытовые условия однозначно изменятся. И для приготовления пищи, когда даже гост приезжает, приходилось затапливать экстренно таким образом печ. И, ну, все удобства. Ну, кто бывает в горных местах, особенно зимой, знают, как бывает дискомфорт, холод и так далее. Утром просыпаться холодно. Ну, все это уже, можно сказать, позади. Расскажите что-нибудь еще про село. Чем оно известно? Кто здесь живет? Ну, исторически село, даже вот первое происхождение села, оно, как бы, легендами, нет таких достоверных фактов. Но село больше известно у нас религизм, где были ученые, были и наши люди в религии. И были знатоки каминетесы. Известные каменщики были всегда, строители были известны в этом селе. Благодарности можно? Да, конечно, конечно. И хотелось бы добавить слова благодарности от имени всех жителей и выходцев этого села. У нас насчитывается кинькенцы более 11 тысяч во всех четырех селах. Трое из них в сторону Кизляра, Кормускай район, Кизлярский район. И вот данная села Кинькенка. И даже 70 хозяйств у нас в Воронежской области. Я хочу от имени всех этих жителей, земляков, поблагодарить Рамзана Ахматовича и всем правительствам Чеченской республики. И такого не секрет, что делается в Чеченской республике для народа, для населения и фондом Маймони Кадирова, и самим правительством Чеченской республики. И хочется вырезать огромную благодарность и пожелать им долгих ярких лет жизни, всех благ их близким, и всему его команде, которая вот так во благо людям трудится. Вот отдельно хочется, конечно, тоже сказать людям, работникам Газпрома, потому что я видел, я часто приезжал сюда, и днем, и ночью, несмотря на погоду, люди работали очень слаженно, налаженно. Всем баракалаврикам, джазакам лохаврикам. И то, что сегодня сюда собрались, я вот слушал дуа, я сам, у меня первое образование религиозное, я понимал то, что он говорил на религиозном, была очень такая насыщенная, емкая дуа. То, что сегодня на политической арене происходит, все было охвачено в этом дуа. И даже сказать, вот, услышал вот эту дуа, наш уважаемый председатель, старейший, это было такое, для меня было радостно, и все было охвачено. Пусть Аллах услышит эту дуа. Всем баракалаврикам. Поехали.